доброе утро вы на канале 11 детей наша жизнь меня зовут светлана здравствуйте я хочу вам сказать спасибо за огромное внимание которое вы уделяете нашей семье и вот всех детей все дети разбежались по школе дома выпечки никакой нет вообще сегодня поступил заказ пельмени ну хорошо что у меня надела на разные в мешочках надо все собрать сегодня очистить от пельменей морозильную камеру потому что надо делать новые уже и сегодня будут пельмени кто-то жареные просят кто-то простым выпечки тоже нету один этот 1 пицца с фаршем это почему она еще есть она очень вкусная взрослые не в силах ее осилить закрыла окно там идет строительство им не мешает почему осталась пицца потому что ее много было малыши с фаршем особенно там фарш там перец помидоры они не хотят и сегодня я буду делать быстрый пирог он правда быстрый то есть его просто замешиваешь и ставишь в духовку на 180 градусов минут 30 35 25 35 выпекаться будет я это расскажу в конце сколько он будет выпекаться и я буду делать сразу тройную порцию я буду делать такими силиконовыми формами у меня нету для кекса надо будет взять у меня вот такая примерно на 22 есть форма и такие силиконовые вот я их все так поставила поверила что они все пойдут я буду в них выпекать детям на обед сегодня еще буду делать выпечку потому что это вот они сидят все за обед так ну и пошла я буду ее делают на кефире но я буду делать на мацу не у меня шикарный сделанную мацу и поэтому я беру вначале беру яйца я уже сказала что у меня тройная порция всего нужно два яйца я буду 6 сделать потому что сразу хочу много сделать куда я добавляю сахар 3 стакана уберем и сейчас так немножечко соли немножечко добавлю соли рука совсем чуть-чуть на тройную порцию вот так достаточно и сейчас я это взбил не обязательно взбивать в такую пену шикарную ну теперь я добавлю ванилин обязательно обязательно прям для запаха ванилин и теперь я буду добавлять три стакана моего мацу на смотрите какой он у меня густой и что-то плохо совсем кушается поэтому истрачу его весь выпечку раз стакан у меня обычный граненый 250 грамм всего нужно стакан на одну порцию и третью а вообще на кефир я на мацу не делаю когда есть мацун делаем на мацун а теперь я буду добавлять муку она уже у меня просеянная я буду ее добавлять вместе с разрыхлителем мука уже просеянно чуть-чуть все муку высыпаю с разрыхлителем и разрыхлителя тоже беру на тройную порцию а так 10 грамм всего надо вообще как хорошо что у меня дети разных возрастов все таки хорошо я просто заходила в гости на один канал смотрю там детки все одного возраста их много и они все одного возраста конечно мамочка очень счастливая но я вот допустим даже смотрю ульяна подходит я против того чтобы заставлять деток нянчиться с младшими братьями и сестрами силой но у меня дети вот у меня ульяна не василиса такая же вот даже папа возит в субботу детей субботу детей музыкальную школу а едут все и сейчас детям взрослым не разрешают туда заходить а детям разрешают и вот а едет же и ваня и анюта и снежана и максим и вот чтобы ваня там бесхозный не был все-таки хоть они не разрешают но мы жалеем и потому что мы понимаем что ванюшка может баловаться и ездит ульяна так она с пятницы спрашивает и так радуется я думаю но ведь в субботу можно поспать она так радуется василиса ну возьмите меня на василиса тоже любит баловаться поэтому говорю дочь ну пока туда вот много шумных деток нельзя сразу хотя я знаю что она выполнит поручения ну вот так вот хорошо даже ульяна выходной день вперед меня подходит нам можно и девочек заплету сейчас уже перестала быть можно в этот раз захожу василиса анюти хвостик делает то есть даже вот в этих мелочах это такая помощь огромная прям сейчас я взобью ну вот такое тесто она не гусне жидкая но она и не густое довольно таки жидкая папа пришел он строительством занимается сегодня так довольно таки жидкое тесто и вот она у меня такая тройная курсия получилась у меня немножко грецкого ореха есть сюда можно добавить сукаты изюм но вот у меня грецкий орех владик мне как-то на хлебушек дело у нас орехов мешка три стоит просто кто бы их почистил и вот они мои формы духовка у меня уже разогревается на 180 градусов интересно когда я смотрю девочек рецепты я вижу что девочки смазывают телефоновые формы я их никогда не смазывала но сейчас хочу попробовать и вот такую вот смажу хочу потом разницу расскажу если разница от смазанной формы нет не смазанной формы такие вот три кексика ну и вот эту тогда смажу тоже я вообще силиконовые формы никогда не смазывала маслом считала это не надо они так прекрасно выходят отсюда во все и буду разливать поровну круглую я не смазывала а эти смазки начинаю разливать вот она прям так разливается смотрите я к чему говорила что как хорошо когда детки все-таки разного возраста допустим ульяна сама изъявляет желание этот раз я запретила поругалась пришли а какие-то там новые качели краской выкрашены они все хорошо одеты были испачкали все до неузнамаемости вещи что до сих пор привожу в порядок не могу привести в порядок но я не права дети просто не понимали я признаю свою вину а вообще ульяна сама изъявляет желание допустим вам нужно я пойду с детьми на площадку не так что а я хочу одна погулять то есть вот вообще интересное такое мне конечно это импонирует нравится а я прям форме сейчас добавлю орех орех не добавила ничего сейчас добавлю все везде по трем формам разложила духовочка у меня уже греется и вот этот вот орех я все-таки проверю главное чтобы он был чистый этот орех а то мало ли где-нибудь попадет и зубик сломают сейчас переберу конечно проще когда все дети маленькие проще легче переходный возраст он тоже интересно очень но такой сложный возраст сложно наверно больше для себя как бы как ребенка не обидеть сейчас вообще такое творится у нас вот один из детей рассказывала один из детей я не буду говорить девочка или мальчик иголкой когда только взяли иголкой тело накалывал поэтому так а его много я даже в 2 добавлю вот в этих квадратный в 2 добавлю грецкий орех пусть будет орешек у меня идут и тут вот сегодня я лазила в подпол у меня вообще нет возможности туда слазить я только решу лазить лезть в подпол когда дети дома василиса так вообще я еще мама я полезу я им там как медом намазано уж мне хотят приятно сделать скорее всего а сегодня детей нет я полезла мне нужно было варенье варенье вообще не если в этом году только вот клубничная и малина в меде но еще и немного я достала сегодня абрикосовая я делала с ябрышком абрикосики там сиропчик буду смазывать сегодня кексы абрикосом варенье все вот и вся работа буквально пять минут это я еще разговариваю с вами буквально пять минут замешивали и ставлю все три свои кексы тройную порцию в духовку 180 градусов на засекаю время 5 10 15 20 25 25 через 25 минут проткну палочкой посмотрю и дальше продолжу делать я свою духовку поставила все-таки на 200 на 180 совсем она у меня мне этого деления не совсем плохо на 180 делает так ну вот прошло 25 минут я поставила на 200 и начало подрумяниваться сейчас посмотрим сколько будет допекаться а я достала сегодня из-под пола варенье это у меня с ябрышками абрикоса хочу сверху помазать эту тарелочку вас ложечку вас наверно хватит три штучки помазать не хватит еще налью сюда кисточку буду кисточкой смазывать так теперь мне нужны блюда под кексы от круглой чтобы сухо да я воду поставила под пельмени ну вот ждем теперь переверну с той стороны почему-то хорошо подпекается с этой поменьше я сейчас поменяю на 200 допекаю а надо было на моей плитке сразу на 200 ставить смотрите какие прекрасные тексты у нас получились покажу поближе что делаем теперь они у меня будут остывать но так как я убегаю я сделаю сразу сейчас мне надо освободить перевернуть эту форму я не смазывала силиконовую как и говорила что не считаю нужным смазывать шикарно отошла отлично смотрите он какой красивый получился запеченный а это смазанные горячие так что нет смысла смазывать силиконовые формы смотрите какие хорошие кексики мы их перевернем вниз чтобы вот эта сторона красивая была сверху всего а это я сейчас убираю а здесь будем работать смотрите какие у нас я не буду срезать они красиво встали так смотрите какие они у меня теперь я беру это детям на обед как раз сейчас пока дети придут все стынет теперь я беру водичку я слила варенье пока горячий я намазываю пропиточка это у меня абрикосовое варенье я сейчас промажу хорошо прям так пропитаю сверху в маловато будет еще придет и теперь я посыпаю свои крошечкой и можно немножечко шоколадом кашу маслом не испортишь даже шоколад наверное здесь он как впитывается быстро все сейчас я раз вот так вот прям поверх сразу раз а эти я не буду посыпать не хочу они красивые получились я их только смажу бока тоже смажу в этой форме мне понравились больше такие две буханочки надо купить форму специальную для кексов стряпаю много ну-ка попробую сейчас разрежу я просто горячий так разрезаем ответственный момент все пропеклось еще идет пар ну что я вам скажу пирог замечательный вообще он готовится на кефире я его готовлю на мацюне а у меня здесь еще орех но его не видно вкусно еще в такой пирог некоторые считают что надо добавить масло но я масло не добавляла и меня рецепт без масло но кто хочет пусть добавит но я думаю это будет лишнее очень сладкий очень вкусный шикарный с легким запахом ванилина это шедевр вот эти мне прям очень понравились две булочки но это тоже ничего это такой кругленький как тортик пикики своим детям получается пять минут на замес пять ну пусть мы долго болтали 10 и пекем на 200 градусов 180 200 от вашей духовки в моей духовке надо ставить 200 градусов но я пекла на 180 градусов 25 минут и еще 10 минут я пекла на 200 вот такие у меня пироги получились такие красивые пироги получились да я их перевернула низом вверх такая сторона мне нравится красивая все пропеклось все красивое и такой пирожок получился на камере как-то сильно темное но на самом деле оно не темное на самом деле оно хорошо запеченное поджарено вкусные пироги очень пропеклось все смотрите какой он получился хороший и вкусный и очень быстро и доступно продукты которые есть у всех до скорой встречи друзья спасибо что были с нами спасибо что заходили ко мне спасибо за вашу поддержку пекем пирог на кефире сомальность кефирога